Дорожно-транспортные происшествия Также на 33% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с детьми. Кроме этого, на 83% произошло снижение количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, но по вине пешеходов увеличилось на 6%. Наиболее распространенными видами дорожно-транспортных происшествий продолжает оставаться наезд на пешехода. В 2023 году на автодорогах городского округа Мытища погибло 6 пешеходов и 34 получили ранения. Второй распространенный вид дорожно-транспортных происшествий – это столкновения, в которых в прошлом году один человек погиб и 32 получили различные травмы. В том числе травмы получили двое детей. Как часто в прошлом году участниками аварии на дорогах становились дети? На автомобильных дорогах Московской области зарегистрировано 147 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров, в результате которых 7 детей погибли и 168 получили ранения различной степени тяжести. Перевозка 13 пострадавших юных пассажиров осуществлялась нарушением предусмотренных правил. В данных происшествиях нарушения ПДД со стороны водителей, в том числе родителей, стали причиной гибели семьи юных пассажиров, которые стали заложниками этих дорожно-транспортных происшествий. Какая дорожная обстановка сложилась за первый месяц 2024 года в нашем округе? За январь 2024 года на дорогах городского округа Мытища зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили различные ранения. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 5 получили травмы. Что чаще всего становится причиной ДТП? С превышением скорости, плюс нарушение правил проезда перекрестков, запрещающий сигнал светофора. То есть были и наезды на пешеходы по вине водителя, которые совершили проезд на запрещающий сигнал светофора. Также пешеходы перебегали на запрещающий сигнал светофора, проезжую часть, на которой был совершен наезд. И правила проезда перекрестков, когда транспортные средства не уступают друг другу дороге. Наезд в настоящее транспортное средство, опрокидывание. Все это предпосылки, нарушения скоростного режима. Какие мероприятия проводит Мытищинская госавтоинспекция для уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий с детьми? С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров на территории Московской области в рамках регионального проекта «Безопасное дорожное движение» и национальный проект «Безопасные качественные дороги» с 29 января по 25 февраля реализуется социальный раунд «Маленький пассажир. Большая ответственность». Главная цель раунда дорожно-транспортная безопасность несовершеннолетних пассажиров, а также повышение уровня ответственности родителей в использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности. В рамках раунда сотрудники госавтоинспекции продолжат уже ставшими традиционными просветительские мероприятия в местах массового скопления людей, в торговых центрах, в МФЦ, автозаправочных станциях, проведут разъяснительные беседы с водителями в автосалонах, в автомагазинах. Кроме этого, социальная реклама будет размещена на светодиодных экранах, в детских образовательных учреждениях, в местах массового притяжения детей, в социальных сетях, в телеграм-каналах для большей информированности родителей о правилах применения детских удерживающих устройств и причинах, по которым погибают и получают травмы дети пассажиров ДТП. Кроме этого, продолжаются рейдовые мероприятия «Ребенок-пассажир», задача которых в короткое время проверить максимальное количество автомобилей на правильность перевозки детей пассажиров. Что гласит законодательство о перевозке несовершеннолетних пассажиров в автомобиле? Напоминаю, что согласно действующему законодательству, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в салоне легкового или грузового транспортного средства должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту «Ребенка». Перевозка в возрасте от 7 до 11 лет включительно должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности. На переднем сидении автомобиля только с использованием детских удерживающих устройств. Хотелось бы обратиться к родителям и убедительно попросить не пренебрегать использованием детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобиле. Причем совершенно не важно, короткая поездка или длинная, сколько бы она ни занимала времени. В первую очередь она должна быть безопасной для ребенка. Ведь кто, если не он, самый ценный пассажир?